Вирус Вирус Перечислим по шагам физику репликации вируса. Шаг 1. Вирус находит нужную клетку и проникает в нее. Шаг 2. Проникнув в клетку, вирус внедряет в нее свою генетическую информацию. Шаг 3. Клетка забывает о нормальной жизни и становится фабрикой по производству новых вирусов. Шаг 4. Вирусы вырываются на свободу, убивая клетку. Шаг 5. Каждый молодой вирус повторяет шаг 1, то есть находит нужную свободную клетку и проникает в нее. Только таких поисковых вирусов великое множество, и каждый жаждет найти свою свободную клетку. Процесс инфицирования растет с очень заметной скоростью. Почему вирусу нужна клетка? Вирус – внутриклеточный паразит. Он использует для своих нужд структуры и энергию живой клетки. А теперь представьте себе, что этот процесс поиска нужной свободной клетки накладывается на процесс размножения микробной клетки определенного вида. Гиперболический рост скорости вирусной инфекции есть результат сложения скоростей микробного процесса размножения и вирусной репликации. Вот почему вирусная инфекция страшнее, чем любая микробная инфекция. Вот почему вирусная инфекция имеет мощное скоростное развитие, иногда приводящее к угнетению нормальной работы функциональных микробов в организме человека. И в конечном итоге зачастую к остановке работы функциональных микробов, а значит к летальному исходу. Остановка нормальной работы функциональных микробов происходит согласно закону биологической межвидовой конкуренции. На фоне огромного и мощного размножения клеток бактерий для репликации, вирус выступает здесь как однозначный ускоритель патогенного роста микроба. Как остановить репликацию вируса? Ответ лежит на поверхности. Надо остановить размножение клеток для репликации. Метод непрямого воздействия на вирус путем замещения клеток для репликации на пробиотические клетки. Мы должны насытить театр действия огромной армии микробов-пробиотиков. Сравним два воздействия на процесс вирусной репликации. Способ первый. Если стремиться остановить репликацию вируса, воздействуя на яд другим ядом, созданным в лаборатории, то успех остановки репликации можно получить, но при этом идет воздействие на микробиом человека. То есть репликация будет остановлена, но последствия для здоровья будут неоднозначными. Способ второй. Если стремиться остановить репликацию вируса, воздействуя на размножение клеток микробов для репликации, то согласно биологическому закону межвидовой конкуренции, произойдет ингибирование одного вида другим. Мощная доминация микробов-пробиотиков остановит рост клеток микробов для репликации. Этим самым мы лишим вируса места, где он может производить репликацию. У вируса не будет нового поступления клеток для репликации. Процесс вирусной инфекции остановится. Продолжение следует... Продолжение следует...